Здравствуйте! На просторах интернета много видео, где водители рассказывают сотрудникам ДПС, что те работают в коммерческой организации ООО МВД. Так как ДПС частная фирма, то они не имеют права проверять документы и авторы видео приводят два доказательства. Первое. В указе президента РФ об утверждении положения у Министерства внутренних дел в пункте 22 написано. МВД России является юридическим лицом и имеет печать с изображением государственного герба Российской Федерации. И второе доказательство. Это то, что МВД РФ зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и имеет все признаки юридического лица. Соответственно, люди делают вывод, что МВД частная фирма, а не государственный орган власти. Если мы посмотрим наше законодательство, то увидим, что МИД России также является юридическим лицом. Министерство обороны является юридическим лицом. Да и вообще все министерства, агентства и службы в России тоже являются юридическими лицами, не только одной МВД. Но помимо этого мы видим, что органы власти субъектов Российской Федерации тоже являются юридическими лицами. И на уровне органов местного самоуправления тоже одни юридические лица. Почему же так? В интернете встречаются статьи, которые объясняют такую ситуацию тем, что масоны захватили власть. А другие говорят, что это мировое правительство. Мы, конечно, не будем защищать масонов и мировое правительство, так как мы с ними непосредственно связаны. Посмотреть об этом вы можете вот это видео. Мы на простых примерах разберем, почему же ДПС и государственные органы власти являются юридическими лицами. В юриспруденции есть два вида правоотношений. Административно-правовые и гражданские правоотношения. Что такое административно-правовые отношения? Это когда одной из сторон этих отношений выступаете вы, а с другой стороны государством. Вы с государством не равны. Оно диктует вам правила поведения, которым вы вынуждены подчиняться и не можете отказаться. А если вы не захотите этого делать, то государство может вас заставить. Классический пример. Нельзя парковаться на газонах, иначе вас оштрафуют. Соответственно, Министерство внутренних дел в лице ДПС и осуществляет административно-правовое регулирование в области безопасности дорожного движения. Подтверждение того, что МВД является органом государственной власти, вы можете найти в пункте 3 указа Президента РФ о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти и прочитать в пункте 1 положение о Министерстве внутренних дел. Второй вид правоотношений. Это гражданские правоотношения. В рамках гражданских правоотношений участники соотносятся как равные, и ни один из них не может заставить другого сделать что-то. Например, вы приходите в магазин и покупаете там колбасу. Это гражданские правоотношения в чистом виде. Все органы государственной власти без исключения участвуют в гражданских правоотношениях, когда что-то покупают. Например, Министерство внутренних дел закупает машины, обмундирование, оружие. На МВД лежит обязанность налогового агента по исчислению и уплате в бюджет налогов и отчислению в фонд социального страхования. Вот в этом случае МВД выступает как юридическое лицо, а не как орган государственной власти. Поэтому оно имеет ИНН, ОГРН, регистрационный номер, извините, в фонде социального страхования и многое другое. Именно поэтому в указе президента РФ об утверждении положения о Министерстве внутренних дел в пункте 22 написано, МВД России является юридическим лицом, чтобы они могли без проблем вступать в гражданские правоотношения. Именно поэтому все федеральные органы и государственные власти в России и субъекты РФ являются в том числе юридическими лицами. И никакие масоны не имеют никакого отношения. Но вот это видео все-таки посмотрите. Согласен, данная конструкция законодателя, мягко говоря, неудачная. Об этом еще в 2006 году глава администрации Тамбовской области Бетин направил письмо в Министерство финансов, которое так и называлось по вопросу регистрации органов государственной власти и субъектов Российской Федерации в Егрюл. Почитайте его. Ссылка на него размещена в комментариях к этому видео. Куда логичнее, конечно, было бы придумать новый вид юридического лица, которое так и назвать публично-правое образование, как это сделано в большинстве стран мира. А не пытаться встроить государственные органы в действующую классификацию юридических лиц, вызвав тем самым путаницу у граждан своей же страны. Подведем итоги. МВД, ДПС, все министерства, все агентства, все службы в России являются юридическими лицами. Они учреждены в форме государственных казенных учреждений. Но от этого они не перестают быть органами государственной власти. Им это надо для того, чтобы проводить закупки, выплачивать налоги и заработную плату сотрудникам. Если это видео вам было полезно, то поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий. А если это видео вам не понравилось, то поставьте обязательно дизлайк и выскажите свой негатив в комментариях.